Итак, мы продолжаем. Третья решающая карта. Противостояние между командами Альфа-Хэштег и Стерлинглобал Драгонс. 1-1 счет. Очень затяжная получилась карта под номером 2. Причем выиграли ее ребята, на которых давали огромный коэффициент. И, с одной стороны, это неожиданно. С другой стороны, учитывая, как играют Альфа-Хэштег, это можно было предположить. Я говорил, что Полосон не уверенно на своей Энигме исполнял. Да, Энигму решили забанить в этот раз, но не сказал бы, что этот герой сильно на что-то повлиял. Да, он сдерживал в определенные моменты натиск и вот эту возможность спушить последний барак. Но, тем не менее, герой-то проиграл. Да, и на первой карте тоже Блэкхоллов не было. В общем, абсолютно другие пики у нас будут. Титаны, наконец-то, удалось взять. Он вышел из бана от Дэн и также Скаймак у Радиант. Их соперники взяли связочку Шейкер-Морфлинг, дальше Трэнд и Сент-Кинг. Снова много милишников. Много силовиков. Очень такие крепкие товарищи. Все это под Левенармором. Пробивать будет тяжело. И Акс. Четвертый пик для Радиант. В оффлейн. Два саппорта есть. Героев центра есть. Остался какой-то мидер, судя по всему. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Очередь сил света запрещать героя. Последний банн с одной стороны Гирокоптер. Последний банн с другой стороны. Ну, сейчас посмотрим, кто это будет. Параллельно матч, который проходит между командами Гигфам и Бум и Спортс, также еще не завершился. Там также счет 1-1. Я напоминаю, что генеральный партнер... Осталось 10 секунд. Нашей трансляции Мерседес Бэнс. Осталось 5 секунд. Очередь сил света выбирать героя. Ого, какой банн. Брудмазер. Сам Акс, наверное, способен с ней сражаться. А вот остальные не особо. И она действительно здесь могла съедать просто саппортов. В ультимейте крайне быстро. Со своими пауками. Осталось 10 секунд. Осталось 5 секунд. Так, последний пик. Райлент. Это тролль. Такой простой, старый, добрый тролль. Который как был, так и остается, пожалуй, достаточно серьезным кэррием. Да, возможно, в последний месяц, вот после инта, он пикался не так часто. Сейчас постараюсь найти информацию, насколько вообще часто и был ли он. Скаймак был, кстати, 8 раз 50% винрейтом. Да, тролль точно был. Но я его не вижу. Ладно, чтобы время не тратить. Тот же, например, Титан брался лишь 13 раз. Ну, потому что в бане очень часто сидит. И выиграл он 69% матчей. У Акса при 20 пиках лишь 35% винрейт. У Акса совсем не идет. Последний пик от Global Dragons. Тролля 5 раз брали. Две карты. Он сумел выиграть. Тоже немного. Тоже берется нынче не часто. Ну и последний пик от Dyer. Снайпер, выберите своего героя. Снайпер, я очень люблю этого персонажа. Прямо очень. И здесь конкретно. Да, на самом деле, почему нет? С одной стороны, есть Акс, который до него добирается. С другой стороны, это единственный герой, который до него добирается быстро. Ждем старта матча. Ну, в целом, команды сыграли более 100 минут. На двух картах это очень много. Не хочу никому отдавать предпочтение. Ну, наверное, лейт потенциал мне у Dyer в какой-то степени нравится побольше. Ну, во-первых, есть такие массовые хорошие ультимейты. Лейт шейкера, сам Кинга. Плюс снайпер и морфлинг. Все это дело. Смеют закрепить в лейте. С другой стороны, чуть более, наверное, агрессивный пик у Radiant. Это и Акс, и Скаймаг с Титаном, которые раньше способны начать перемещаться по карте, мешать вражеским героям где-то убивать. Полосом на Скаймаге. Ну, на Скаймаге попроще, чем на Энигме. Сейчас начнется дряска. 30 секунд до начала сражения. Я думаю, что у D будет тяжело в центре. Но все-таки у снайпера хороший рейндж. Он способен эффективно действовать. Мне нравится то, что Драгонс набрали себе. Смотрим, как на деле будет. Троллю наверняка нужна будет поддержка какая-то. Кто туда отправится? Титан. Вероятнее всего, Скаймаг с Аксом постоят. Ну да. Старенькая такая связка. Скаймаг плюс Акс. Давненько ее не видели. Смотрим. И Титан с первой минуты начал закидывать здесь духом. Пока три героя. И как бы Титан не пострадал, при желании можно его убивать. Дизейблов много. Да, Титан умер. Вероятнее всего. Фиссура. Винтер. Да. Есть ФБ. Не знал он, что здесь сразу три героя располагаются. Возможно, не ожидал увидеть Трента. Но пока ты Трента нигде не видишь на карте, наверное, стоит задуматься о том, что он всегда может быть рядом с тобой. И ФБ у нас, наконец-то, не по истечению 10-15 минут, а на первой. Это уже здорово. Это, возможно, намекает на то, что игра будет чуть более подвижной. Улетает Трент наверх. Понимаю, что Морфлингу поддержка нужна будет. Хотя, не сказал бы, что могут каким-то образом здесь Морфлинга сильно прогонять. Да, Скаймак, пожалуй. Акс, наверное, нет. Не добирается. Здесь Полосон как же много урона получил. Регена немного у него, в свою очередь. Придется задуматься о том, как бы здесь выжить в следующий раз. Потому что еще один удар от Трента. И можно отъехать. Но живет. Живет. И сам Трент тоже очень серьезно пострадал. Аксу не мешает никто. У Акса 8 на 9. У Тролля 9 на 3. В этом плане все здорово. В центре не проседает ОД относительно Снайпера. Снайпер взял иллюзии. Здесь спрятался Снкинг. И, естественно, через песок будет стоять и добивать крипов. Пока 0.1 по-прежнему. Именно Радиант очень неохотно убивает всю эту серию. Имеется в виду. Хэштег. Снкинг. Снкинг. Копал. Перед смертью. Только я сказал, что киллов от них нет. Пожалуйста. Сравняли счет. Что по крипам, как все здорово. Именно у Радиант. Моркинг с тремя крипами. Это, конечно, совсем грустно. Такое было на первой карте, когда Кунка мид проигрывал. Примерно в таком же формате. Но там фармил Алхимика. За счет Алхимика все это дело удалось каким-то образом компенсировать. Здесь такого героя нет. Если просядут на каких-то линиях, то камбэкнуть будет сложно. Именно в плане фарма. Потому что Акс, Скаймак, Титан. Все эти герои будут навязывать драки достаточно рано. Тролль, посмотрите. 21 на 9. А там 5 на 2. И как их сравнивать? Здесь еще и-то погибает. А он Морфлингу просто прогоняет куда-то подальше. И он там еле-еле крипов бьет. У Акса есть сапог. Кстати, Батлхангер качал двойку. Такой урон сумасшедший наносит Скаймак. Плюс этот Батлхангер, что Морфлингу прямо страшно куда-то подходить. Из-за этого ему приходится бежать. Он не может крипа нормально добить. Там в мид выходит шейкер. У него Д, кстати, может пострадать. Да, УД умрет. 2-2. И все. И как Морфлингу крипа добивать? Непонятно. Он просто горит. Он просто горит. И сейчас Скаймак подойдет и начнет своими способностями его расстреливать. И Морфлингу только перекачиваться. И все. Это все, на что он сейчас способен подходить. Немного получать экспы. Очень немного. Опять же, сравниваем его и Акса. И при этом не добивать крипов. Пока только 5. Боюсь представить что-то по Нетфорсу у него. Руна забирается. 1-2-3. Руна достается Радиант. Теперь и по рунам решили поактивнее поработать. Опять же, ссылаюсь исключительно на предыдущие две карты. Там ситуация была абсолютно предположная. Акс. Увидел Морфлинга. Повесил на него. Догглхангер и пошел. Но в этот раз Морфлингу удалось крипа убить. Но зато он подставился из-за этого. Повелся. И погиб. И теперь 6 на 2. Плюс ты сидишь в таверне. Акс получает много золота. Уталхангер продолжает максить. Но Монокос не очень высокие способности. Можно злоупотреблять ей. Сейчас этот крип погибнет. Можно вешать. Нет. Не стал. Тролль тем временем. 33 на 14. Тоже все великолепно. А вот Дэнни сильно уступает. Несмотря на смерть, он держится на равных со снайпером. Снайпер планирует играть через Мидас. Так, там он снайпером куда-то заряжался. Отменился. И здесь может пострадать полосом. Который снова очень далеко зашел. Вэлла уже не знает, кого бить. Здесь 3 героя его окружили. Естественно, всех троих он не подтянет. Плюс у него только первый контр-хеликс. И третий фраг достается Дайер. И в центр уходит Шейкер. Просто помогать, напрягать на Финтуссея. Тем временем, Миракл пушит вышку. Не стал откладывать дело в долге. Он просто снес тавр вместе с катапультой. Дал команде немного золота. Здесь подставляется. Тренд. Погибает. 2000 ведут Радиант. Давайте посмотрим, что здесь. А здесь Акс предсказуемо на первой строчке. Дальше Тролль. Морфлинг четвертый с конца. Проигрывает два раза практически тому и другому. Ну, хотелось бы увидеть, наверное, такую более активную доту, где будет много киллов на старте. Много драк. Потому что первые две карты таким похвастаться не могли. Здесь Тролль вступил в бой. Просто скрыз Трента. Прилетает мне ульт от Снайпера. И окружает Троллей. Скорее всего, он не жилец. Пытается, конечно, бежать. Ну, кстати, бежит хорошо. Да ладно. Все-таки хватает урона Шенксу. Ударил. Тотемом и убил Тролля, если бы он выжил. Здорово там сыграл Меракл. Все грамотно сделал. Миссы работали, но немного не хватило. Тем временем Макс старается так же запушить верхнюю Т1 вышку вместе со Скаймагом. Отводит крипов в лес. Ну, здесь пришел Сенкинг. Сенкинг, который способен защищаться. Способен, уверенно, здесь стоять с песком. Ну, Ах тоже за вышка будет стоять долго. Сейчас Титан, возможно, перетягивается наверх. Для того, чтобы спушить. Да, просветили Сенкинга. Начинает гореть. Перестал гореть. Уже не доберутся до него. Да, здесь всех надо на самом деле оставлять. Великолепная перетяжка от Снайпера. И минус 3. Вот это было очень круто. Джей и Джи настолько своевременный телепорт от него, что круче сложно представить. А Морфлинг потихонечку, помаленечку начинает всплывать. Да, Снайпер, конечно, со своей шрапнелью последнего уровня способен какой-то невероятный урон нанести. А здесь Морфлинг просто погибает от рук ОД. ОД все грамотно рассчитал. Эклипсом Забил своего Суперника до смерти. Велло Планирует купить себе Блинг. Это так, для профилактики по Минтеру прилетело. Полоцан может отъехать на самом деле. Он здесь один. Пойдут ли его спасать? Нет, никто не идет. Ну и до конца за ним тоже не идут. Не самый-то и важный герой, чтобы его убивать. А вот этим временем не находит руну сверху. Руна появляется снизу. Это Эйн Дис, Полоцан. Добраться бы до нее нет. Не доберется. Тролль также сверху практикует вот эту фишку. Хэштег. Когда очень близко друг к другу располагаться, начинают оффлейнеры и кэри, и затем быстренько забирают вышку. Причем именно кэри движется в сторону оффлейнера. Ну понятно, снизу-то вышки уже нет. На прошлой карте было что-то аналогичное. Кэри считает, что снизу ему фарма не дадут. Не знаю, не уверен. Ну вот так решил Мираклф. Будет брать себе Яшу. Так, Вэлло. Ты чё-то не знаю. А тут Вэлло в Дискорд. Ну, кстати, хороший айтем с таким количеством магического прокаста. Это здорово зайдет. Ушел все-таки тролль. ОД разгоняется. Это хорошие новости для Радианда. Плохие новости для их соперников. Просто здесь есть Мидаса. Будет ПТ вот-вот. Да, у снайпера тоже Мидаса есть, но снайпер первую строчку занимает по фарму. А затем три героя Радианда. Никак не получается вышку эту спушить против Сенгинга. И второй раз, наверное, не будут пробовать вот этот трюк забрать быстро Сенгинга через Даст. Потому что опять какой-то телепорт снайпера и без ОД вы там не справитесь. Скорее всего, тролль пошел бить Морфлинга. Ну, пока Морфлинг все это способен затерпеть, но только для того, чтобы сбежать в какую-то схватку с троллем он вступить пока не способен. он вступит. Сенгинга. 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 ОД на первой получилось, на второй нет. Просто команды Бумы Спортс и Гигфам они такого не позволят, я уверен. Что-то мне подсказывает. Я, конечно, не хочу далеко вперед сбегать, особенно когда драка идет, потому что на снайпер нападают, убивают его. Кстати, очень важный фраг. Вот продолжу свою мысль. Мне кажется, что Бума Иди, что Гигфам должны любую из этих команд обыгрывать. там тоже очень сильные исполнители есть в составах. В особенности в составе Гигфам. Но для этого необходимо выиграть третью карту своего нынешнего оппонента. И посмотрите, снайпер начинает вставать от ОД, он только что погиб. Но вышки пушатся очень медленно. Нет героев, которые быстро с этой задачей справляются. Неплохая руна, кстати. Для ОД. Так, на топе. Сэн Кинг пытается скрыться. Сэн Кинга видят. Должен погибнуть, безусловно. Тут снайпер приходит на помощь. Но все это тоже не опасно. Зато вышка стоит. И тренд вышки-то выхиливает очень активно. Третий ливенармор. У Шейкера, у Шейкера, третьего фиссурой. И скорее всего двух заберут минимум. Пытается скрыться отсюда Винтер. Да. Они снова поймали в этой ловушке. Снова на этой вышке. И снова очень плохо здесь сыграли альфа-хэштег. Просто потому, что их здесь как-то меньше оказалось. Они были вне позиции. Забайтил тренд-протектор. А морфлинг набирает. Если раньше он вставал в два раза, то это было на что-то похоже. Сейчас он проигрывает около тысячи троллю. Учитывая то, как протекала игра и то, из какого положения выбирался. Морфлинг это тысяча. Это очень даже здорово. И он планирует брать себе аганим. Аганим, чтобы прыгать, бегать Шейкером. Чем так интересно. Купил себе составляющие яши. Здесь аганим. Любопытно, будет ли как-то разводить. Там же нет яши готовой, правильно? Нет, нету. Сейчас увидят, подумают, ага, яшу покупают. А ее там и близко не будет. в центре. О, дэм. Его, кстати, ловят. Его ультуют. А он выживет вообще? Нет, он выживет очень быстро, очень легко через этот центр. Почему нет? Плюс вышка. Вот уже дайер вырывается вперед. Молодцы. Просто большие молодцы, как играют здорово. Они на первой карте достойны были выиграть. Немножко не повезло. Кускара недооценили. Так, нападение на Санкинга. Ну, в третий раз пытается. Потратили на него пару ультимейтов. Даже больше. Теперь надо вышку как-то спушить. Оттуда бежит шейкер, оттуда бежит снайпер. И попробуйте, называется. Нет, все-таки покупает яшу и будет брать далее аганим. Вот они крутятся вокруг этой вышки уже 10 минут, если не больше. Они пытаются на нее зайти. Она фуловая. Она всегда фуловая, потому что тренд ее всегда выхиливает. И эта вышка такая же. И они не убивают, при этом как-то странно очень фармят. Два саппорта здесь, плюс акс здесь. Посты, кстати, очень высокий левел. Рот фата скоро. Это просто не самый плохой. Да, похуже, чем у шейкера. Но ему не нужно. Это блин дорогой. Так достаточно эффективен будет. И снова смотрим на попытку запушить. Или то, как отбиваются в очередной раз в этом же самом месте. Вэлла что собирается делать? Умирать. Он собирается снова в очередной раз. Третий раз подряд. Он просто приходит на эту вышку и точно так же умирает. Классно. Ничему жизнь не учит. На самом деле настолько легко и просто делают Global Dragons, что до абсурда доходит. Вот тоже цель выбрали для убийства вот таким сетапом. Да, это можно со Sky Mag наверняка. Но это же надо чтобы он начинал. Здесь 1 видят и готов уже нападать тренд. нападет и рядом есть Shaker через Eko Слэм через Уль Снайпера и очередной фраг. И нет уже никакого преимущества над Морфлингом. До Снайпера то будем добираться. 5-1-5 и Shaker 4-0-8 Shaker только в одном фраге не участвовал. Ну Снайпер в трех. При этом они очень много набивали на двоих. У Шейкера настолько все хорошо, что он сейчас способен вполне заменить Морфлинг как герой очень сильный в мидгейме пока Морфлинг набирает критическую массу. Ему времени еще достаточно нужно. И давайте посмотрим за попыткой номер 4. В этот раз в пятером туда пошли. Сенкинга сагрили. Здесь уже есть Шейкер. Да, он без ультимейта. Но у него и так есть дизейбл и там уже есть снайпер. Там нет только Морфлинга. Попробуют в четвером от дефицит. Попробуют ли в пятером напасть. Рейдинант. Виктор. Как-то скромно Велла ни по кому не попал. Здесь тролль добрался и тролль если он успел кнопку нажать он умрет. Он успел кнопку нажать и будет бить. Ну будет бить недолго. Его очень хорошо здесь контролят и тролль должен все-таки погибнуть. Да, есть минус тролль. Это все без морфлинга делается. Просто одни лишь дизейбл. Снайпер. Снайпер говорю Акс там был. А здесь Шейкер здорово цепляет с ССК и очередной фраг они заработали. И достался он снайпер. Что еще круче? У которого есть уже коэффициент огромный был на победу. Да, Эр? Сумасшедший просто. На 2-0 давали и в их пользе один из синих. А они выступают вот так. Классно. Очень классно. Пока кто-нибудь не доберется до снайпера и спрячет его и зафиксирует его и не начнет его бить эту игру выиграть будет невозможно. Но если он купит себе БКБ он уже несет себе БКБ да, он уже несет себе БКБ теперь даже если вы до него допрыгнете вам скорее всего не удастся. То есть только один герой способен цепануть снайпера. Но если он нажмет блокинг-бар то его некому будет убивать. Здесь тролль без БКБ соответственно тролль не сможет бить его обязательно кто-нибудь доостановит. Вэлла пошел и умер еще раз. Дальше за кем-то пойдут. Дальше все разбежались. Какой же был старт у Вэлла и как же все плохо у него сейчас. Никого пока не поймали. Кто мог поймать Винтера? Не смог он никого зафиксировать. Винтер или живой его цепляет Винтер минус. Просто два убийства на ровном месте без потерь. Без траты каких-то важных ультимейтов. 16 левел снайпер. Ну браво. Просто браво. Как играют на третьей карте супер круто. При том что две линии были проиграны по факту. Главное чтобы не посыпались как на первой когда где-то недодавили где-то неправильно сыграли не того зафокусили и так далее. Там была игра с алхимиком. Здесь несколько другого формата встреча но мне здесь побольше нравится лейп потенциал именно морфлинг снайпер серьезная связка здесь уже аганим у морфлинга теперь шейкер планирует взять тебя аганим снайпер будет брать скатю опять же увеличить свои характеристики и соответственно выживаемость и уйти из-под атак будет довольно тяжело дизейблов очень много замедление постоянное и 5000 5000 в пользу драконов их соперник пока отдает инициативу они несколько раз одни и те же грабли наступили несколько раз умерли и сейчас вот это отставание денежное не позволяет им что-либо показывать в массовых драках я хочу наконец-то увидеть ОД в деле увидеть вообще на что он способен драки как он способен снайпера например выключить если кто-то каким-то образом БКБ не нажмет или морфлинга например но само ОД не против блокинг вар потому что шейкер сам кинг это страшно ОД 3400 неплохо куда там Трент Левинар Марфешет я даже не успеваю смотреть неудивись если ядовышки здесь пока просто нападают на полоса но он успел весь свой прокаст выдать и чуть не убил Трента но не убил ведь это самое главное а Трент будет стоять и хилить себя какое-то время потратить на это какая разница если он выхилит сам плюс есть Транквил и так там на топе убили так же Акса параллельно я не знаю каким образом собираются Радиант эту игру выигрывать потому что пока если смотреть исключительно на их действия в рамках карты пока ничего существенного существенно крутого они не сделали да нашли сейчас Трента но это настолько слабо погибает саппорт пятой позиции который даже богаче элдер титана посмотрите и все это время фармит морфлинг у которого вот-вот будет БКБ и у шейкера довольно скоро будет огонь ориген снизу шейкеру достанется наверняка у него там полные ресурсы у акса с выживаемостью все плохо да он может прыгнуть он может крикнуть развернуть заставить бить но я думаю его с удовольствием побьют несмотря на вот этот бонусный армор до снайпера пока он не допрыгивает там кто-то скиллами издалека поможет в общем акс не страшен это видно 5 смертей у него это много это больше 20% от общих смертей команды больше умирал только скаймак те кто наверху шли просто тавры в этот умирать те лидируют по этому показателю это надо 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 сносить т2 в любом случае параллельно в 28 минуте миракл в очередной раз добирается до т1 сверху которая фуловая которую в этот раз в пятером если соперник не пойдет ее защищать а только в этом случае я уверен ее возможно будет снести они снесут да не смогли но в размен на т2 снизу что важнее тут уж на ваше усмотрение мне кажется т2 снизу все-таки поинтереснее будет рошан есть те и другие способны его быстро убить плюс дд смоук от радиант да рпк свой не прожимают дд находит тролли пошел на рошана это кстати очень здорово что через смог они зашли возможно успеют мы примерно должны понимать дайр что происходит что происходит сейчас фисура да теперь они все знают и пошел снайпер пошел шейкер авэлота успевает нажать бкб и быстро убивают морфлинга это морфлинга прошу прощения не шейкер шейкер вот он стоит до сих пор и минус также сенкинг сенкинг выкупается моментально снайпер ультанул сравнял количество людей здесь шейкер здорово прыгнул лакс минус вторым погибает тролль и уже нет титана а здесь уже тренд на перехвате и уже ловят четвертого персонажа может быть винтера второй раз попробовать забрать нет тогда может быть ОД забрать или просто расшаном это самый такой элементарный вариант который позволит вам просто Егис забрать снайперу точно не мешает по итогу что мы имеем 4 в 2 и с другой стороны по одному байбэку потрачено но это все таки 4 в 2 а здесь ОД ОД убивает ОД сильно бьет не понимая почему мы на него напали без снайпера очень все это дело вызывает вопросы но вот теперь за ОД можно и пойти когда блокинг бар закончился снайпер достал замедление есть Акс появится через 2 секунды и сразу же полетит но он может не успеть на фонтусе минус минус 23 левел у снайпера и он взял себе подготовку на ассасинейт потому что без него как-то без нее в смысле без подготовки слишком долго кастуется а второй талант не сказать что он прям совсем много импакта способен внести да это круто когда на тебя кто-то бежит и хочет с тобой подраться перед героем с меньшим рейнджом но рейндж при этом если у тебя милишник доберется он все равно тебя цепанет минус вышка аегисов снайпера 4500 у него проблема остается только ОД который по прежнему несмотря ни на что способен наносить огромный урон за короткий промежуток времени но БКБ рано или поздно будут заканчиваться тролля БКБ также есть также 9 секунд для них есть шейкера дальше здесь все по стандарту тем временем тренд дает информацию в идеале конечно винтера убивать раз он тут загулял винтер цепляют пошла атака на него можно давать фиссуру можно не давать фиссуру он в любом случае умрет очень вовремя ребята вылетели дай бог чтобы вернулись расц bright сейчас Ну, ждем последнего члена команды. И мы подождем. Посмотрю, закончился ли параллельный матч. Очень интересно. Да, гигфам. Все-таки гигфам. Все-таки, как я и предполагал... А, вот почему там все так долго шло. Я думал, у нас на канале будет рекорд. Нифига. Подобного в 80 минут играли первую карту, которую, бум, все-таки выиграли. Так, а здесь погиб Титан. А выживет ли Тролль? А выживет ли Меракл? Меракл. А что ты собираешься делать? БКБ нажимать. Драться до последнего, как Лев. Но это будет не долго. Недолго он умрет. А у него байбэк не должен быть. Нет байбэка. Ну что, ХГ. А почему нет? Снайпер сдалека постреляет. Тролля не будет целую минуту. У вас огромный перевес. У вас Аегис. Но, как и говорится, есть абсолютно все для того, чтобы напасть. Скаймак. Болосон погибает. Ссорим. И дальше хорошо прыгают. Убивают еще одного героя. Это был Вэлла. И минус 4. Суммарно один из них сейчас появится. Остался ОД. Остался Титан. Как они вдвоем собираются обороняться, я не совсем понимаю. И надо просто ломать. Ломать бараки. Возможно, переходить на следующую сторону времени в вагон. Да. Первая сторона уничтожена. Глиф использован. Снайпер добивает барак в центре. Параллельно он начинает бить барак сверху. Тролль. 8 секунд. У него по-прежнему нет байбэка. Байбэка у него, по-моему, не будет бэкобэк. А нет, будет. Все-таки будет. Из приятных новостей. Там ведь до сих пор эпицентр есть. Шейкер издалека всегда может прыгнуть и что-то придумать. Не обязательно хаслэм давать. Снайпер там зонит. Свою шрапнелью. Минут две стороны. Но, по-моему, это конечное. Я всякое видел. Здесь очень сложно отыграться. Хорошо прыгает Синкинг. Но он не стал улетовать. Он просто прыгнул. С одним лишь станом. ОД не бьет. Тролль пытается бить. Но это снайпер с Аегисом. Сейчас снайпер гораздо опаснее. Тролль минус. Будет наверняка. Тролль. Да. Несмотря на то, что спрятан, он все равно погибнет. Еще 75 секунд. Байбэка по-прежнему никакого нет. У него просто не хватает денег. Они не донесли. Они не донесли. Но они сделали максимум. Очередное убийство. Размен на своего саппорта. Снесено две стороны. Остался лишь один рейнджовый барак. И надо просто пойти и закончить эту игру. В таком случае. Моркинг. Моркинг. Доставил. ПКП. Плохо прыгнул сейчас Сенкинг. Вэлла. В свою очередь вообще мог подставиться. Здесь поднимает Скаймага. Сенкинг через секунду подкопает. Ну или чуть побольше. Через секунду. А может вообще не придется копать. Дальше не пошел. Снайпер стоит себе. Расстреливает Цветыню. Ну по барабану что там происходит. У него своя игра. И игра кстати очень хорошая. 16-1-10. Великолепно. 25 получал. Берет себе. Шрапнели. 9 шрапнелей. Вот как воевать под ним. Я не совсем представляю. Понеслась. Быстренько нападают на Акса. Акс конечно совсем уж быстро не получается зафоксить. У него был Блокингвар. Он его не нажал. У него есть байбэк. Байбэк также использовал Скаймаг. Но тут кстати снайпер свой Блокингвар использовал. И сейчас ему не стоит подставляться. Просто вся база в этой шрапнели. А здесь тролль. 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 Да ладно. Он даже кнопку не успел нажать. Он моментально погиб. И у Дэд тоже гонят под фонтан. Здесь только один шанс, что Дэд каким-то образом с ультимейта убьет всех. Я не верю. Скаймаг. Опять никому не попадает. Правда и не погибает так же. Барак должен падать милишный. Правда сверху есть еще один недобитый. Но это ведь вопрос времени. Правда до сих пор нет. Эту игру точно драконы выигрывают. Да. Сдается Миракл. 2-1. Причем 2-1 крайне уверенный. Вот с той точки зрения, что играли они лучше в совокупности. Они играли на третьей карте. 10 раз лучше они на второй сумели одержать победу. При том, что давили большую часть времени. И на первой они тоже давили. Там соперник совершил такой камбэк своеобразный. 2-1. Поздравляем. Выходят ребята в верхнюю сетку. Дальше. Вернее будут по ней двигаться. Будет финал верхней сетки завтра против Гигфам. Этот матч стартует в 10 часов по Москве. Утро имеется ввиду. Я буду комментировать его для вас. Также параллельно сыграют на вылет Бумы Спортс и Альфа. Икс хэштег. Затем завтра в 13 уже по Москве будет сыгран финал нижней сетки. Гранд финал послезавтра. Поэтому на сегодня я с вами прощаюсь. Услышимся завтра. Возвращайтесь. Будем смотреть и следить за первым турниром в рамках ESL в этом сезоне. Для вас работал Морталис. Всем до завтра. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова